Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 6 лучших осушителей воздуха на 2021 год. В мой топ попали только лучшие модели из разных диапазонов цен – от 14 до 40 тысяч рублей. При отборе моделей я обращал внимание на следующие характеристики. Количество рабочих режимов, наличие фильтра для очистки воздуха, объём бачка для сбора конденсата, производительность и опции безопасности. А чтобы быть максимально объективным, определить удобство использования, эффективность и выявить плюсы и минусы каждой модели, я изучил отзывы покупателей и обзоры экспертов. Подпишитесь на канал и не забудьте нажать колокольчик, так вы не пропустите выход новых интересных обзоров. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Шестое место топа занимает осушитель FUNAI YAMANECA RAT-U60T7E. Это самая дорогая модель в рейтинге, обладающая вытянутым корпусом, оснащённая колёсиками и двумя удобными ручками по бокам. Это самый производительный осушитель в рейтинге – до 60 литров в сутки. Он оборудован большой съёмной ёмкостью для сбора конденсата на 8 литров, которая оснащена удобной для переноса ручкой. Для продолжительной автономной работы можно реализовать слив конденсата в дренажную систему. Панель управления вынесена на верхнюю часть корпуса. Она представлена сенсорными кнопками управления, расширенной индикацией и дисплеем. Модель способна очень точно поддерживать заданный уровень влажности воздуха, благодаря интеллектуальному отслеживанию текущих параметров. Панель управления можно блокировать от случайного переключения детьми. У прибора есть таймер, несколько предустановленных режимов работы. Помимо автоматического, стоит выделить отдельную программу для сушки белья. При этом пользователю не нужно самому выбирать оптимальную влажность и скорость работы вентилятора. Действуют автоматические настройки, характерные для сушильных комнат и прачечных. Ещё одной важной особенностью выступает наличие покачивающихся жалюзи. Так, при их включении воздух более равномерно распределяется по комнате. Регулируются воздушные потоки. Оснащён режимом самодиагностики, при температуре ниже плюс 5 градусов компрессор отключается и активируется режим размораживания. И отдельно хочется отметить специальное покрытие алюминиевых пластин теплообменника Goldfin, которое защищает их от воздействия влаги и агрессивных веществ, находящихся во влажном воздухе. Цена – 40 000 рублей. За счёт высокой производительности модель подойдёт не только для бытового, но и для коммерческого использования. Установки в прачечных, бассейнах, саунах. Осушитель с отличным оснащением, удобной панелью управления, множеством автоматических режимов и настроек, большой ёмкостью для конденсата. У него всего несколько недостатков. Он более шумный в работе, если сравнивать с другими моделями рейтинга. И его стоимость. Пятое место занимает Zanussi SDH25L. Модель оснащена гигрометром для точного отслеживания уровня влажности. Работает в трёх режимах. Осушение воздуха до выставленного значения влажности – непрерывная работа и автоматическая. При этом можно выбрать скорость работы вентилятора, от чего зависит и уровень шума. При необходимости можно выставить с помощью таймера время отключения – от 1 до 24 часов. Осушитель обладает довольно высокой производительностью – 25 литров в сутки. Поэтому прекрасно подходит для помещений до 30 квадратных метров. Рассчитан не только на уменьшение влажности в комнате, но и способствует высушиванию белья, а также устранению неприятных запахов, включая табачный дым. Для реализации последней функции используется угольный фильтр, эффективно поглощающий запахи, химические соединения, угарный газ и формальдегиды. У прибора есть режим внутренней сушки. Его необходимо запускать в качестве профилактики образования плесени внутри прибора, а также перед длительным перерывом в работе. Эта программа рассчитана на 1 час, но её можно остановить, если необходимо включить другой режим работы. Осушитель выполнен в привлекательном дизайне, оснащён складной ручкой и колёсиками для удобства перемещения. На верхней панели расположены индикаторы и дисплей, позволяющие отслеживать параметры работы и следить за состоянием прибора. Например, о необходимости вылить конденсат из 4-литрового резервуара сообщает соответствующий индикатор. При его наполненности работа останавливается, чтобы избежать перелива. Если есть необходимость перевести прибор в постоянный режим работы, можно реализовать слив конденсата в дренажное отверстие или внешнюю ёмкость с помощью шланга. Цена – 18 000 рублей. В сравнении с предыдущей моделью обладает меньшей производительностью и функциональностью. Но это, естественно, ввиду большой разницы в цене. С учётом стоимости модель предлагает оптимальный набор возможностей. Может работать автоматически и в непрерывном режиме, добиваясь нужного показателя влажности воздуха. Важным преимуществом перед первой моделью выступает наличие угольного фильтра, который избавляет от неприятных запахов. На четвёртом месте – Neo Klima FD24AH. Эта модель для помещений площадью до 42 квадратных метров, поэтому подойдёт не только для бытового, но и для коммерческого использования. Производительность около 25 литров в сутки. Осушитель оснащён интуитивно понятной панелью управления с дисплеем. Пользователь может выбирать скорость работы вентилятора, программировать длительность работы, регулировать интенсивность осушения и получать данные о текущем и заданном параметре влажности на дисплее. Модель способна проводить самодиагностику за счёт микропроцессорного управления, очищать воздух от пыли благодаря оснащению дополнительным фильтром. Конденсат, получаемый при осушении воздуха, попадает в резервуар объёмом 2,6 литра, а его переполнение сообщается соответствующим индикатором. Также излишек жидкости можно отводить в канализацию, для чего предусмотрен дренажный патрубок. Цена – 16 000 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, обладает практически аналогичной производительностью. Выделяется наличием дисплея, но имеет меньший по объёму резервуар для сбора конденсата. С учётом невысокой стоимости, модель предлагает оптимальный набор возможностей, автоматизацию и достойную мощность. Тройку лидеров открывает недорогой балу BD12T. Прибор представлен как бы двумя блоками. На верхнем реализована вентиляционная решётка с довольно крупными отверстиями, сквозь которую видны лопасти вентилятора, из-за чего некоторые пользователи считают исполнение не очень интересным. Отличается модель меньшими габаритами и значительно меньшей производительностью. Рассчитана на сбор до 12 литров в сутки. Важной особенностью выступает оснащение ультрафиолетовой лампой, которая может работать как в режиме осушения, так и включаться отдельно для обеззараживания воздуха. Всего у осушителя три режима работы – обеззараживание, непрерывное осушение и турбо для быстрого понижения уровня влажности. Есть возможность установки времени работы с помощью таймера, рассчитанного до 24 часов. Кнопки управления, индикаторы работы и дисплей вынесены на верхнюю панель для удобства контроля и управления. Цена – 15 000 рублей. Модель уступает аналогам по цене внешним видам, имеет более простое исполнение, компактные размеры и отсутствие колёсиков. Прибор обладает в два раза меньшей мощностью работы. Рассчитан на применение в помещениях меньшей площади – порядка 15 квадратных метров. Но зато он не только осушает и очищает воздух, но и участвует в борьбе с плесенью и бактериями, поскольку оснащён ОФ-лампой. С учётом низкой цены, а это одна из самых дешёвых моделей в рейтинге, можно сказать, что она оптимальна по соотношению цена-качество. На втором месте стоит Электролюкс EDH65L. По габаритам он практически аналогичен модели FUNAI UMANECA, оснащён такими же ручками и колёсным шасси, а также большим баком для сбора конденсата – 8,5 литров. Модель со встроенной помпой, с помощью которой автоматически производится откачка конденсата через дренажный шланг в канализацию. Также слив можно организовать в ёмкость. Работать может на четырёх режимах – осушение до целевого уровня влажности, непрерывное осушение, максимальное осушение, вентиляция воздуха. В любой из программ можно выставить ночной режим, чтобы прибор работал максимально тихо. С помощью таймера можно установить длительность работы – от 1 до 24 часов. На передней панели расположена сенсорная панель управления с дисплеем. Здесь же находятся индикаторы работы. Выбранный режим – датчик наполненности бака. Режим разморозки. Испаритель прибора, как и в первой модели, размораживается автоматически. Но режим запускается, если в помещении температура становится ниже плюс 18 градусов. Процесс размораживания запускается каждые 25 минут и занимает около 5 минут. Цена – 33 000 рублей. Если сравнивать с аналогом по цене, FUNAI YUMONAKA, обладает аналогичной производительностью, объёмным баком, множеством рабочих режимов. При этом стоит на 7 000 рублей дешевле. И вот мы добрались до лидера моего рейтинга, бюджетного – REMESER RMD301. Осушитель относится к умным приборам, может управляться удалённо по Wi-Fi, что очень удобно, потому что вы можете контролировать влажность, следить за процессом осушения и управлять всеми его настройками удалённо на неограниченном расстоянии от прибора. В этом осушителе предусмотрено всё необходимое для удобной и эффективной работы. Имеет 4 режима осушения. Пользовательский режим со снижением влажности до нужного значения. Режим интенсивного осушения. Режим непрерывного осушения. И режим быстрой сушки белья. Последний режим покажется вам просто мегаудобным, если у вас нет сушильной машины или программы сушки белья в стиральной машине. Он позволяет сушить бельё в три раза быстрее, без появления неприятного запаха затхлости. Когда бак для сбора конденсата будет заполнен, прибор автоматически выключится. В комплекте есть дренажная трубка длиной 1 метр с возможностью удлинения. С такой трубкой, выведенной в сливное отверстие канализации, прибор может работать непрерывно. Модель производит осушение со скоростью 12 литров в сутки и обеспечивает воздухообмен 120 кубических метров в час. Площадь осушения до 40 квадратных метров, что подходит для большинства бытовых помещений. У него есть колёсики и ручки, что позволяет перемещать его по комнате или перевозить в другие помещения. Скорость вентилятора можно регулировать, выбирая из двух положений. Модель оснащена встроенным гигрометром – датчиком влажности, который определяет текущие параметры воздуха для автоматической работы. Осушение до установленного значения. Цена – 14 000 рублей. Если сравнивать с Балу как моделью из аналогичной ценовой категории, выделяется более продуманными режимами работы, наличием Wi-Fi-модуля и удобной сенсорной панелью управления. Предназначен для работы в помещениях средней и большой площади, оборудован колёсиками и ручками для удобства переноса. Уступает этой модели только отсутствием ультрафиолетовой лампы и чуть большим уровнем шума при работе. Это был рейтинг лучших осушителей воздуха 2021 года. Напоминаю вам, что посмотреть стоимость всех моделей можете по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!